Здравствуйте друзья! Бывает же такое, собрались вы что-то истерить, но работа идет скучно и чего-то не хватает для настроения. Лучше всего эту ситуацию поможет исправить хорошая музыка, играющая на фоне и задающая ритм. В наши дни вместо магнитол вошли в моду блютуз колонки и я хочу познакомить вас со своим новым другом, колонкой Tronsmart T7 Lite. Поставляется колонка в картонной коробке, на которой можно увидеть основные функции и характеристики устройства. Заявляется влагостойкость уровня IPX7. Очень крутое заявление, потому что означает, что колонку можно погружать в воду на глубину 1 метр на время до 30 минут. Колонка поддерживает подключение в пару еще одной точно такой же колонки, таким образом можно получить еще более громкое звучание с более выраженным стереоэффектом. Заявляется время проигрывания до 24 часов. Время солидное, но скорее всего имеется ввиду проигрывание на небольшой громкости и без подсветки. Кстати говоря, подсветка расположена кольцами с двух сторон и динамически меняет свой темп в зависимости от проигрываемой музыки. Очень красиво. Корпус колонки цилиндрический, обтянут плотной синтетической тканью. Надпись марки нанесена резиной. На корпусе имеются два выступа, благодаря которым колонку можно положить на бок и она не укатится. Центр тяжести у нее слегка смещен, поэтому она надежно опирается на эти выступы. А еще колонку можно поставить на стол вертикально. Для этого одна из сторон колонки имеет резиновую противоскользящую площадку. Ну а если поставить ее совсем некуда, то имеется возможность подвесить устройство за специальный шнурок. Управление колонкой довольно простое и удобное. Всего тут 6 резиновых кнопок. Кнопка включения, включение режима поиска по блютузу, увеличение громкости и перемотка на следующий трек, играть пауза, уменьшить громкость, перемотать на предыдущий трек. А также кнопка включения эквалайзера в режим саунд пульс. Далее за кнопками расположена резиновая заглушка, под которой находится слот для карты памяти microSD, порт для зарядки USB Type-C и есть отверстие для жесткой перезагрузки колонки при помощи скрепки. По звучанию колонка мне понравилась, весь диапазон частот проигрывается замечательно. Единственное, что на низкой громкости немного не хватает басов. На средней громкости все становится на свои места. В целом, чем громче делаешь музыку, тем лучше становится звук, что очень радует. Максимальная громкость тут просто огромная. В конце видео я покажу, как это выглядит на улице, но сейчас я могу сказать, что если вы включите ее на максимум в полуметре от себя, то вы скорее всего оглохнете. При этом ничего не гремит и не хрипит. Звук остается сбалансированным и собранным. Служить можно даже на большом расстоянии на открытой местности, а не только в помещении. Одним словом, рубит она очень громко и мощно. Я сравнивал ее звучание с JBL Clip 4 и по качеству звука они примерно одинаковы. Возможно, у JBL слегка получше басы на низкой громкости, но разница едва заметна. Включается колонка длительным нажатием на клавишу включения. Далее включаем режим поиска Bluetooth. После чего включаем на телефоне Bluetooth, находим в списке колонку и подключаем ее. Для телефона тут придумали отдельное приложение для управления колонкой. Давайте посмотрим, какой тут есть функционал. Итак, у колонки можно проверить уровень заряда, и есть возможность листать песни вперед и назад и ставить их на паузу. Внизу посередине находится меню эквалайзеров, есть 6 разных режимов, в том числе режим Sound Pulse и пользовательский режим. Режим Sound Pulse это что-то вроде стандартного усиления низов и высоких. Звук становится чуть сочнее, но я все же предпочитаю пользовательский режим, где я могу добиться еще более ярко выраженного эффекта. В данном случае мне понравилась стандартная вилка, которую я выставляю практически на всех устройствах. Басы верха усилены, а середина чуть-чуть в минус. Далее переходим в меню настроек колонки. Тут можно менять источник сигнала с телефона на карту памяти, подключать вторую колонку в стереопару и конечно настраивать режимы подсветки. Светомузыка тут имеет три режима. Карусель, глубокий вдох и вечеринка. Выглядят они вот так. В общем меню приложения можно выбрать тему оформления, светлую или темную, а также есть возможность обновлять прошивку самой колонки. Вообще фирма довольно интересная. Тут в меню можно увидеть, что они производят множество разных колонок и медиа центров, а также и блютуз наушники разных форматов. А теперь, как я и обещал, покажу как колонка работает на открытом воздухе. Я специально отошел на значительное расстояние, около 20 метров. Как видите, колонка уверенно ловит сигнал с телефона. И сейчас я включу ее на полную громкость. Надеюсь, камера передала, как громко звучит музыка. И что звук действительно качественный. Играет ничуть не хуже, чем моя автомагнитола. И еще хочу отметить один важный момент касательно карты памяти. Для меня это очень полезная функция, потому что я использую свой телефон для съемок видео. И когда с него играет музыка, а мне вдруг понадобится записать небольшое видео, то при записи музыка отключается. И это очень раздражает. Знаете, когда работаешь над проектом и на фоне твоя любимая песня, то это определенный ритм, который не хочется прерывать ни на секунду. И карта памяти отлично решает эту проблему. Я могу просто закачать туда свой любимый плейлист, включить воспроизведение и не беспокоиться, что музыка отключится, когда я решу заснять часть своей работы на видео. И при всем этом у меня остается возможность управлять колонкой по блютузу. Я могу менять громкость, перематывать песни, ставить на паузу и даже совсем выключить колонку дистанционно. А если я отойду от колонки слишком далеко, то мне не придется беспокоиться о качестве радиосигнала. Ведь колонка играет с карты памяти и музыка не начнет прерываться. В общем, с моей точки зрения очень много преимуществ. Я бы вообще в блютуз колонки ставил слоты для карт памяти. Это действительно очень полезная опция. В общем, колонка у меня вызвала исключительно положительные впечатления. Однозначно могу рекомендовать к покупке. Напишите в комментариях, как вам такая блютуз колонка и какую музыку вы любите слушать во время работы. Ссылку на устройство я оставлю в описании. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным и не забудьте подписаться на канал. Будет еще много интересного. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok